МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите новости пятницы в студии Антон Камолов. Гастролеры на час. Знаменитый Бэк-Стрит-Бойс дали концерт в Москве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женская половина страны в полуобморочном состоянии. В Россию приехала группа Бэк-Стрит-Бойс. Коллективу недавно исполнилось 20 лет, а девушки все так же самозабвенно визжат на их концертах, как на концертах Иваныша. Неудивительно, ведь когда на артистов впервые свалилась популярность, младшему из них Нику Картеру было меньше, чем Джастину Биберу, всего 12 лет. В кого превратились кумиры детства сейчас, знает Наталья Родина. Поклонники к приезду группы подготовились основательно. Три месяца репетировали номер. Накануне концерта устроили флешмоб в надежде, что видео оценят сами кумиры. С момента приземления Бэк-Стрит-Бойс не могли и шагу ступить свободно. Сувенирные шапки с надписью «Москва» и бутерброды на завтрак пришлось покупать на ходу. В столицу Бойс-бенд приезжает уже в третий раз, за исключением одного участника Кевина. Он здесь впервые, поэтому с любопытством прогулялся по Красной площади. Фанаты ловили группу у входа в отель и около концертного зала. Самые упорные пробрались на саундчек, заплатив 600 долларов. За эти деньги, помимо прохода на шоу, разрешено общение с музыкантами. За 20 лет группа почти не изменилась. Мальчики прекрасно выглядят и танцуют. А главное, поют песни, под которые выросло не одно поколение. От избытка чувств девушки забыли о том, что дома их ждут мужья, а может быть и дети. И по старинке начали спорить, кто же из пятерки всех красивее и милее. Через два часа мальчики послали всем воздушные поцелуи и удалились со сцены. А тем, кому показалось мало, пригласили в круиз на корабле. Сколько будет стоить четырехдневная вечеринка на палубе, страшно представить. Но фанаты уже начали экономить на еде, воде и одежде, лишь бы вновь оказаться рядом с кумирами. Также задумались над приглашением Наталья Родина и Андрей Минкин. Новости пятницы. На этом все. А если вы опоздали к началу наших новостей, то это легко исправить. Любой выпуск программы можно посмотреть на сайте friday.ru или в подкастах iTunes. И помните, хороших новостей много не бывает. Я, Антон Камолов, говорю пока.